Продолжение следует... Сегодня у нас в гостях Наталья Уханова, студентка Ульяновского строительного колледжа «Будущий архитектор», Ленар Басыров, спортсмен, директор Ассоциации дзюдоистов «Симбирск дзюдо», тоже участник конкурса, и Юрий Заморев, бакалавр экономики, индивидуальный предприниматель. Очень приятно познакомились. Наталья, давайте с вас начнем. Расскажите о том, как вы попали в этот конкурс. — Попала я в этот конкурс, узнала я от своего депутата Ульянской городской думы, так как я являюсь депутатом Ульянской городской молодежной думы. То есть он мне рассказал о конкурсе, рассказал, что там будет, сказал, ну, я всегда участвую в конкурсах международных, всероссийских, и сказал, попробуем, может, получится. — Ваш проект, понятно, что архитектура, что вы разработали? — Это детская площадка, это благоустройство детской дворовой площади, то есть там будет детская площадка «Тетрис». — А есть еще архитекторы, которые участвуют в этом конкурсе, или вы одна такая? — Наверное, есть, но из моего колледжа нету больше. — А в чем уникальность вашего проекта, почему вы должны победить, как вы считаете? — Ну, у меня он заключается в том, что это не просто детская площадка, а это то, что детская площадка сделана из кубиков. То есть ее можно двигать, создавать собственные качели, карусели, на которых можно покататься, которые можно сделать. — Она, то есть, модульная получается? — Да. — Вы не думали, что, может, вандализм какой-нибудь будет, кто-нибудь может сберечь кубик домой? — Нет, это детская площадка, мы предусматриваем то, что она будет охраняться. То есть, это камеры, то есть, вандализм здесь предусмотрен. — А вообще на деле дорого сделать такую площадку? — Нет, это детская площадка, она сделана из дерева, который прочный, который не будет покрываться коррозией. То есть, это прочная детская площадка. — Вы уже показывали жюри, принимающие комиссии свой проект? — Да, я показывала, одобрили, понравилась детская площадка. — Одобрили. Когда вы подали заявку? — Подала заявку 15 декабря. — И сколько вам пообещали участия? Сколько месяцев надо там стезаться? — Ну, это до марта месяца, как мне сказали. То есть, в марте месяца будут уже объявлены финалисты. — А что с вами будет дальше? Вам что-нибудь говорили или это держат в секрете? — Это пока секрет для всех участников конкурса. — А как вы разрабатываете этот проект? В компьютере или как? — Ну, мы разрабатываем это в программе «Архикад». То есть, для начала мы ищем дворовую площадь, где она не обустроена. То есть, нету качели, нету ничего. Потом мы придумываем, эскетируем мысли, какие-то идеи. То есть, может быть, это мог бы быть и не «Тетрис», а там «Яблоко». Ну, разные идеи. Потом эту идею нам одобряет преподаватель, то есть, с кем мы это все делаем. И уже начинаем воплощать это все в «Архикаде», в «Люмине». То есть, это 3D-визуализация. И потом распечатываем наши проекты на большом формате. — Где вы вдохновлялись? — Ну, это большая часть интернет. То есть, по фильмам, тоже по книгам. То есть, я ищу вдохновение именно оттуда. — Подобный проект где-то еще представлен? Например, в Европе любят такие площадки? — Есть такие площадки. Они есть во Франции и в Германии. То есть, уже сделаны такие... Ну, наподобие сделаны площадки. То есть, мы их не копируем, а что-то все равно под себя переделываем, чтобы это не было, так сказать, копии. — А почему вы именно детскую площадку выбрали? — Ну, у меня все... То есть, во дворе у меня не был никогда обустроен двор. Всегда хотелось, что качели, карусели. То есть, в детстве это... И вот как-то здесь у меня перенеслось то, что хочется создать вот именно детскую площадку, чтобы детям можно было удобно кататься. Тем более, сейчас есть программа формирования комфортной городской среды. Вот, как раз вот с этим связано. — Но вы хотите именно в этой программе тоже продвигаться? — Да, тоже. Но мы и так продвигаемся. То есть, у нас хоть принимают участие в международных конкурсах, во всероссийских конкурсах, занимаем первые-вторые места. — Кстати, Наталья, как у архитектора, понятно, что вы уже действующий архитектор, вам достаточно... Ну, еще надо пару дипломов получить, вы уже все равно специалист. Чего именно не хватает нашему облику, облику нашего города? — Ну, это, наверное, яркости. То есть, взять это Москву, это все равно какие-то здания, такие старинные, они яркие. У нас город больше такой серый, ну, не обустроенный, можно сказать. То есть, в какой-то части он обустроенный, там есть парки, скверы, а есть часть, в которой серый. Им, наверное, нужно больше всего обустройство, то есть, это в парке также сделать, дорожки, чтобы карусели были. Может быть, какие-то лавочки тоже. Вот мы и делаем, скользим лавочки, тоже лавочки. Ну, как-то развивать этот город, чтобы не просто вот были там пятиэтажки дома обычные, типичные, а вот как вот в Москве-Сити тоже строить. Ну, подобие такие дома. — Ну, бюджет там тоже должен быть, как в Москве-Сити. — Ну, да. — А исторический центр Ульяновска вам приятен? — Ну, приятен, да. — Ну, в принципе, там есть. — В принципе, он хороший, да. — А улица Ленина тоже, вот вы бы ее сделали туристической такой, пешеходной, там, ну, что-то типа Арбата или нетронной? — Ну, это лучше сделать, да, потому что это все-таки, как по мне, это историческое место, которое туристы должны посещать, а не только вот ходить по Гагарину, там, смотреть улицы Ленина, тоже стоило бы сделать туристическое. — То есть вам бы, если дали возможность, вы бы занялись? — Да. — Хорошо. А вы дальше как планируете развиваться, когда конкурс закончится? Если вы победите, если нет, что дальше, какие вы за дела на будущее? — Ну, тоже участвовать в конкурсах. У нас каждый год международный вот этот конкурс, тоже делать другой проект, придумать что-то другое, развиваться, занимать места. — А в карьере как будете продвигаться? — Закончить колледж, для начала на красный диплом иду, вот. Дальше тоже поступать на высшее, это архитектура, либо строительство. Вот, и там тоже заканчивают диплом, там уже будет видно. — Останетесь в Ульяновске или нет? — Скорее всего, да. Ну, пока надо закончить колледж и университет, там уже будет видно. — Как вы думаете, здесь нужны востребованные архитекторы? — Я думаю, что востребованные архитекторы, потому что и в Казани, и в Москве, и в Питере их уже достаточно. — Хорошо. Как раз нужно, наверное, свежее какое-то веяние в лице главных специалистов. Спасибо, Наталья. — Сейчас от архитектуры перейдем к спорту. Ленар, расскажите, с чем вы пришли на конкурс? — Ну, вообще, наша организация занимается пропагандой физической культуры и спорта, в частности дзюдо. То есть мы создаем школы дзюдо для детей, у нас почти полтысячи мальчишек и девчонок занимается. Наша задача — общественность привлекать к спорту, чтобы спорт был нормой жизни. То есть наша область, она страдает тем, что у нас процветает детская преступность. Мы хотим из улиц детей перетаскивать, грубо говоря, в залы. То, что они участвовали в соревнованиях, ездили по разным городам, знакомились с другими детьми, людьми. Ну вот основная задача. — Как вы узнали о конкурсе? — Вообще в социальных сетях. По-моему, даже у нашего губернатора Сергея Ивановича Морозова на странице, ну точно сейчас не знаю, просто стало интересно, подал заявку. — Как здорово. А это у вас заключается в площадке образовательной или как? Или вы на базе школ прямо продвигаете проект? — Вообще у нас есть в планах проект на базе общеобразовательных школ создать школьное дзюдо. Скажем так, преподавать дзюдо не вместо, а совместно с уроками физкультуры. Например, раз в неделю. То есть это будут уроки по самостраховке и первичным элементам дзюдо. То есть это будет полезно, я думаю. То есть такие практики уже в Европе осуществляются и в некоторых регионах России, в крупных, где идет поддержка. У нас пока нет. Но на данный момент мы на добровольных основах этим занимаемся. Сами арендуем площади и сами организовываем все. — А где вы занимаетесь, где вас можно найти, в какой школе? — Мы не в школах, пока не в школах. То есть у нас в одной только школе, в 101-м, а в 100-м лицее, который на юго-западном районе. Там у нас есть дзюдо. А так в каждом районе есть клубы. Например, в железнодорожном, там спортивный клуб «Гладиатор», «Герои в сфере», сейчас дом не скажу точно. На севере, в Ленинском районе, торговый центр «Профит», там школа «Патриот» дзюдо. И в Засвияжском, «Прометей», тоже на юго-западном и в Добермане. — А дорого у вас занятия стоит? — От 1500, 1500-1700, это месяц. Ну это такая, ниже средней стоимости, средней рыночной, скажем так, стоимости для занятий вообще спортом, детского спорта. — Расскажите, как вы этим занимаетесь в рамках конкурса? Может быть, какую-то просветительскую деятельность ведете, может быть, в соцсетях продвигаете? Что вы делаете, чтобы о вас узнали? — Ну, вообще, как бы, продвигаем дело, люди видят наше дело, то, что мы делаем. То есть у нас родители видят, например, тех же самых учеников, которые у нас занимаются. То есть они видят нашу работу и нас очень сильно поддерживают. С этим спасибо. Но это основная масса. То есть сарафанное радио больше всего работает, чем соцсети. Соцсети, скажем так, это не целевая аудитория наша. То есть мы больше авторитет набираем среди родителей, вот они друг другу рассказывают и так далее. — А что вы будете делать, если победите? Как будете развиваться? — Ну, в этом же направлении. То есть работы на самом деле очень много. — Вы будете дополнительные филиалы открывать или какие-то тренировочные программы разрабатывать новые? — Ну, будем дополнительные в школы. Я думаю, будем реализовывать проект дзюдо в школы. Также у нас есть проект Лига дзюдо. То есть, опять-таки, для юных спортсменов. То есть это не просто соревнования, которые один раз прошли, а это соревнования растянуты на целый год. Рейтинговая система. То есть ребята участвуют, родители там участвуют в подсчетах рейтинга и так далее. Ну, интересная система. Новая для спорта вообще именно единобор, скажем так. — Кстати, дорогие участники, а что вам пообещали за победу? Материальное какое-то вознаграждение или просто почет и слава? — Для меня вообще просто это интерес был. Я, опять-таки, увидел эту программу и... — Но призового фонда вы не видели? То, что может быть там на развитии что-нибудь? — Нет, мы не видели призового фонда. То есть каждый пошел, мне кажется, на интересе. Ну, интересно поучаствовать, узнать. — Познакомиться с людьми. — Реализуются ли вообще свои идеи? — Ну, и чтобы о вас услышали больше, да? — Конечно, да. — Хорошо. Кратко расскажите о своем спорте. Вот вообще, как вы пришли в деду? — Ну, привел меня отец, конечно же. Как и все маленькие детей, приводят родители. Заинтересовало, начал заниматься. Всю жизнь занимаюсь этим уже 20 лет. То есть это меня подстрекало и учиться хорошо. То есть у меня был такой ультиматум. Если ты не учишься в школе хорошо, то ты не ходишь на занятия. То есть у меня был такой стимул заниматься дзюдо. Ну и увлекся этим. И понял то, что я хочу этим заниматься всю жизнь, продвигать. Не только быть спортсменом, например, профессиональным. Я там мастер спорта. Но в то же время и продвигать массы, заниматься тренерской работой, например. То есть мне это интересно. — Когда вы стали тренером? Давно? — Ну, года три я занимаюсь тренерской работой. Как закончил университет. — Кстати, вот дзюдо — это гибкий путь, да? Приводите, если не ошибаюсь. Как вот именно философия дзюдо влияет на вашу жизнь? — Влияет, честно говоря, да. Я пересмотрел свое понимание именно жизни, когда стал профессионалом дзюдо именно. Не просто был спортсмен, например. Занимался там тренировки, постоянные сборы. А именно когда заработал, например, черный пояс. Когда я стал мастером спорта, мастером дзюдо, скажем так. Я маленько переосмыслил свою жизнь и понял то, что... Как бы поддаться, чтобы победить. Нужно быть гибким. И в жизни, и в спорте. Везде, во всех своих начинаниях, скажем так. А не просто идти на пролом и бить, скажем так, людей там, или бороть. — То есть это должно быть очень тонко все и грамотно, да? — Конечно. — Расскажите, как живет настоящий дзюдоист? Чем вы от нас отличаетесь? Ну, от тех, кто... — Вообще ничем не отличается. Такие же люди занимаются своим любимым делом, продвигают. Ничем не отличаются. Такие же люди. — Ну, все равно образ жизни-то другой. Ну, вот опишите, например, свой распорядок дня, именно спортивный. Сколько вы тренируетесь, чтобы поддерживать? Ну, вообще профессиональный спортсмен тренируется три раза в день. То есть зарядка и две тренировки. Но я ограничиваю себя хотя бы двумя тренировками. То есть у меня уже уровень такой, что я не как профессиональный спортсмен, а как любитель тренируюсь. Скажем так, занимаюсь, не тренируюсь даже. Ну, ребята у нас, например, они учатся в школе, после приходят на занятия, занимаются. В летние каникулы ездят лагеря спортивные. То есть почти все лето они заняты. Также в зимние каникулы, вот мы сейчас организовывали дневной лагерь. То есть родители приводят своих детей днем. Потом утром они тренируются, две тренировки делают. Потом развлекательная программа. То есть у нас каждый день была какая-то развлекательная программа. Мы ходили в бассейн, катались на лошадях, в аквапарк, на плюшках, зимний футбол. То есть это очень интересно. Никто пока этим не занимался в Ульяновске. То есть мы первые, которые создали вот такой вот дневной лагерь спортивный. К вам много народа пришло? У нас занимало 60 человек. Но это в основном были юные дездаисты, скажем так, потому что направленность такая. Но я думаю, на следующий год это будет еще больше. И мы пока не знаем, нам нужна ищем базу, чтобы это реализовать тоже. Вы этот проект как-то освещали в этом конкурсе? Что вы, например, вот это сделали? Ну у нас опять же социальные сети. То есть по социальным сетям люди смотрят и восхищаются, скажем так. То есть там также делают репосты. Минспорт сделал репост. То есть они тоже удивлены. И я посмотрю, например, то есть отзывы. Очень много отзывов. Как в этот лагерь попасть? Начать заниматься дзюдо сначала, например, записаться в какую-то школу. То есть ребенка своего. А потом уже смотреть за новостями. И участвовать во всех мероприятиях, которые мы делаем, например. А дзюдо взрослым можно начинать заниматься? Или только это с детства должно быть? Вот у нас опять еще один проект – семейное дзюдо. То есть мы тоже опять организовали в этом году первый раз. То есть у нас родители занимаются вместе с детьми. То есть, например, по воскресенье мы сделали такое занятие. И все в восторге. То есть там уже ребята учат своих родителей, как правильно, например, падать. Ну это интересно наблюдать за этим. А вот в лагере, если, например, родители наших маленьких зрителей захотят к вам попасть, это вообще дорого для среднестатистического ульяновца? Или как? Я думаю, нет. То есть у нас есть поддержки, например, государства. У нас общие, как они называются, обычные лагери. Которые в Деево, например. Мы ездили в этом году в Деево, в лагерь Деево. Там, например, есть сумма 20 тысяч рублей. Но правительство делает скидку для обычных граждан 4 тысячи рублей. То есть я думаю, это могут позволить себе родители. Ну любые, например. Ну не все, конечно. Но большинство. Кстати, вас в Министерстве спорта поддерживают ваши инициативы? Ну, Министерство спорта занимается спортом. Это спортивная подготовка. Они занимаются спортивной подготовкой и выделяют именно на спортивное дзюдо. То есть на массовое дзюдо там в основном нет такой программы, чтобы... Ну, например, школьное дзюдо так же. Это, опять же, общественное начало, свои инициативы и так далее. Также дневные лагеря. То есть тренер получает зарплату, например, в школе Олимпийского резерва за свою работу. За внеурочное, скажем, время он не получает. То, что он там занимается, сходит с детьми в аквапарки, бассейны. Это чисто инициатива тренера. Ну, вы бы хотели стать министром спорта? Вы просто такой активный. Возможно. То есть видите вы себя, да, все-таки в этих должностях? Ну, да. Таких руководящих. Есть моменты, которые мне хотелось бы изменить и видеть спорт, например, в нашем регионе по-другому. Каким бы вы хотели видеть наш спорт? Давайте оставим это пока секретом. Ну, хотя бы в тезисах. Потому что мнение молодого специалиста, молодого прогрессивного, я думаю, интересно нашим зрителям. Ну, вы промолчите. Я промолчу, да. У вас слишком много эмоций и мыслей, да? Да. Спасибо большое, Ленар. Юрий. Так, у нас индивидуальный предприниматель вы, да? Да, по-моему. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь в сфере рекламы. Оставлю немного про себя такой небольшой тайны в сфере рекламы. Кратце. Сам женат, имею дочку, два года. Успешный мужчина, все в порядке у вас, да? Ну. А реклама конкретно какая? Печатные, аудио видим? Нет, взаимодействие с клиентами. Вообще так, кратце объясню. Не буду даваться в подробности, потому что тут очень много можно рассказывать об этом. Опять же, если смотреть на участников, пришел также проект по рекламе, который увидел он в новостях. Реклама была краткая и, соответственно, подал заявку. Чем она меня привлекла? Это, по большому счету, только один момент. Уже я не так молод, как другие участники, да? Мне 32 года на данный момент. Это, можно сказать... До 35 считается молодежь. Приятно, приятно. Это, скорее всего, крик о помощи. Вот так вот можно сказать, да? Мы в каждом своем периоде, в каждый период жизни сталкиваемся с какими-то проблемами и пытаемся их решить, да? В молодом до возраста пытаемся решить одни проблемы, в более возрастной категории, в более высокой возрастной категории, другие проблемы. Это, как я увидел эту проблему, общаясь, опять же, со своими ровесниками, с людьми, которыми проживаю, рядом, которыми проживаю, с своими близкими. Это взаимодействие именно государственной власти и обычного народа. Мой проект заключается именно в взаимодействии, чтобы получать обратную связь от правительства, от депутатов Ульянского областной думы или ответственных лиц. Это подобный проект, как московского добродела. Это, типа, как батюшка онлайн, только светский, да? Нет, немножко другое. А какой? Добродел – это, когда есть сайт разработанный, потому что у нас сейчас информационное общество, да, все. Это один из проектов, опять же. Информационное общество – все пользуются интернетом. Абсолютно, да. У всех очень мало взаимодействует именно депутат или правительство с людьми. И когда у людей возникает вопрос, они не знают, куда обратиться. Они начинают жаловаться на правительство, что правительство ничего не делает, что депутат у нас получает достаточно много денег и ничего, опять же, не делает. И вот, чтобы решить этот вопрос, создается сайт, где люди могут писать свои проблемы. И конкретный ответственный депутат, да, за конкретно ответственный опыт, он этого вопроса должен решить. Тем самым удовлетворить, либо не удовлетворить желание самого человека, который это отправлял. Если удовлетворить ответ, то, как бы, вырастает рейс. Это очень много различных, по-моему, вариантов. А депутаты сразу согласились в этом участвовать или были сложности? Вот именно благодаря этому проекту я и хочу выйти на этот уровень. Именно общение с депутатами, общение с правительством. Как изначально я и сказал, это крик о помощи. А технически как это происходит? Это специальный сайт, который легкий в обращении, там, для всех категорий граждан, да, получается? Вообще, да, изначально, как задумывалось, достаточно много, опять же, идей, как это реализовать. И опять же, это надо все об обсуждении, из-за чего и пришел на проект. Это надо обсуждать непосредственно с людьми. Это создание приложения для удобства, для зарегистрированных граждан, да, это подобные госуслуги. Есть подобные приложения, там госуслуги различных на сайтах, можно вставлять кучу отзывов, но, опять же, идут одни отписки. Сам просто столкнулся с этими ситуациями. И, опять же, людьми, которым я знаком, сталкиваются с этими же одними и теми же у них проблемы. То есть, задают вопрос, да, самый банальный возьмем, да, отсутствие транспорта, да. То, что уже обсуждалось средство массовой информации неоднократно, не ездят общественный транспорт, людям сложно уехать после определенного количества, ну, после там 8, после 9 часов, все на маршруты не ходят. И что, прямо можно в Минтранс написать? Написать запрос, и этот запрос уже идет, по моим предполагам, как это должно работать, идет депутат либо ответственному сотруднику, который отвечает за это, и он уже отвечает вопрос индивидуально этому человеку, который его задал. Это все, естественно, находится в одной общей базе. То есть, человек, чтобы следующий не задавал этот вопрос, он уже его может найти. Обычный стандарт цель. Интересный проект. А приложение будет платным или бесплатным? Естественно, бесплатным. Еще какие проекты у вас имеются как раз? Они, наверное, все на общество направлены, да, на комфорт? Да. Расскажите о наиболее интересных. Помимо этого, опять же, если сталкиваться, это опять же все через интернет. Все опять же на создание приложений, потому что, я говорю, любой практически 90% населения, да у нас взрослого населения, мы пользуемся интернетом, у всех смартфоны, все могут устанавливать приложение, все могут ими пользоваться, ходить. Это еще два проекта, как раз расскажу о двух. Один проект, это опять же о транспорте, о чем я уже затронул, да, вопрос об ограничении транспорта, что он не ходит после определенного количества, после определенного времени, после 8, после 9. Это острая проблема, которая поднималась, неоднократно обсуждалась, неоднократно депутаты выезжали, насколько мне известно, насколько я знаю, депутаты выезжали на маршрутный транспорт, садились, проезжали пару остановок там, да, все хорошо, все отлично, все ездит, но проблема так не решена. Люди как прислали различные в соцсетях видеообращения, так и писали на различные сайты, то что проблема не решена. Это, как я предлагаю решить эту проблему, это опять же создание приложений, подобные такси. Есть у каждого таксиста приложение, по которому он работает и отслеживается место в местоположении. Почему подобные нельзя заработать для маршрутчиков? Они все имеют сотовые телефоны, у них у всех можно установить приложение, и человек, выходящий на остановку, знает, какой подойдет маршрут следующий и где он находится. Это может отследить не только человек, который хочет уехать на общественном транспорте, но и опять же Министерство транспорта. То есть там еще и отзывы надо будет оставлять тоже, и рейтинги водителей. Какие там порядочности, нормальные состояния салона. В том числе это опять же может полить желание сделать человек. И опять же уже может отслеживать правительство, как работает именно сама система. Работали транспорт или не работают. И опять же отзывы самих, грубо говоря, отзывы народа будут услышаны. Интересное приложение, конечно, да, может быть это как-то может упорядочить систему транспортную. Полностью согласен. Помимо этого, это уже приложение наподобие. Было создано на сайте, ну все новое, это хорошо забытое старое. Было создано в свое время, но опять же это все заброшено. Это было отдельно создано на сайте, можно было отслеживать именно маршрутное передвижение. Но опять же это все заброшено, и надо было возродить и сделать еще лучше. Очень интересно. А что еще у вас, кроме транспорта, вот именно сайта для обращений, что у вас есть еще? Опять же еще один из проектов, опять же приложение. Тоже приложение. Какого характера? Есть одна проблема, опять же, которую я увидел. Опять же все на своем опыте. Из-за возраста, из-за опыта общения с людьми. Одно из приложений, это мы все живем во дворах, да, и одна проблема, это транспорт. У нас либо негде поставить транспорт, либо если где стоит транспорт, он стоит в неположенном месте абсолютно. То есть все тротуары, все газоны, везде стоит автомобиля. И, соответственно, очень много достаточно было таких не очень хороших ситуаций, когда были проблемы с детьми. То есть детей то сбивали, то еще то одно, то второе, из-за как раз нагромождения транспорта. А как можно эти страшные проблемы решить приложение? Сейчас я расскажу. Опять же, для создания приложения нужны финансовые вложения. В любом случае финансы нужны. И для, опять же, это надо разработки, опять же, с правительством, опять же, как и изначально говорил, это крик о помощи. То, что вспомним одну такую нестандартную, был у нас в свое время, да, сейчас уже это решена проблема, с треногами. Да, ставили треноги на превышение скорости. Ну, конечно, помню, да. Очень достаточно, есть положительный отрицательный момент, не буду вдаваться, потому что все-таки это все при камерах. Ну, почему бы не вспомнить, и почему бы не дать подробности? Ну, чтобы ко мне потом вопросов не было из-за этого. Достаточно много денежных средств уходило из бюджета именно людям, которые владели этим камерами. Вот так вот проще сказать. Сейчас хорошо, что это прикрыли, да, но, опять же, проблема с нарушением правил дорожного движения осталась. Из-за этого я предлагаю разработать именно приложение, которое даст возможность не только решить проблемы с нарушением правил дорожного движения, в том числе, в частности, с парков в неположенной зоне, но и даст заработок людям, которые это реализуют. То есть это как? Как вы видите это приложение? Фотографируешь, отправляешь, и это все в облогови сразу, да? Да, да. В чем особенность? Но не бесплатно. Опять же, это все было сделано. Сейчас это и есть, но только сейчас это достаточно сложно. Там надо вводить, какое правило человек нарушен, где это было. Это занимает порядка часа времени, никто не хочет этим возиться. Соответственно, тем более бесплатно, да? А если это сделать за вознаграждение, люди охотные будут и пополнять бюджет, соответственно, в Ульяновской области, да? И, соответственно, заработок, собственно, средств, денег. Доводом. Решение двух проблем. Как вы думаете, оно на деле может работать нормально в наших реалиях? Реально, да. Если, опять же, услышат, если они реализуют, если, опять же, на дискуссии нужно, это, опять же, надо советоваться именно с правительством. Им надо общаться. Как это лучше реализовать? Если вы себя хорошо заявите и победите в этом конкурсе, в каком направлении вы будете дальше двигаться? Дальше, опять же, все. Я вообще хочу реализовать именно права народа, чтобы депутат. Вы хотите стать депутатом, да? Да, почему нет? Когда вы планируете? Это все время. Сейчас пока не могу. Опять же, услышат, либо не услышат меня. Из-за этого я и заявляю себе на конкурсе. Во сколько лет вы себя видите депутатом? Я? Три года. Через три года. Через три года. То есть, когда вам будет 35? Ну, да. Ну, вы будете еще молодежь, но уже депутатом. Да. Да. Ну, надеюсь, так и будет, да. Потому что везде, опять же, нужна новая кровь. Очень многие, опять же, не на камеру, плохо, конечно, на камеру говорить. Многие люди, если сидят на одном месте, да, они засиживаются, у них глаз замыливается. Соответственно, в любом случае нужна новая кровь. Благодаря чего? Вероника, если не ошибаюсь. Да. Да. Вероника. Вот за чего она и в... Не помню, подскажете, где вы? Я депутат молодежной думы. Везде нужна новая кровь, опять же. Вообще-то Наталья. Да. Наталья, прошу прощения. Чего страшного? Первая знакомственная. Наталья. Вот. То, что, опять же, молодежная. То, что вы, опять же, что-то вносите, свое видение, и, опять же, постараются, опять же, стараются, не стараются, но хотя бы делают вид, что его к вам прислушиваются. Из-за этого везде нужна новая кровь, нужны новые влияния. А когда люди перемещаются с одного места, с одного должности, на другую, и не меняя ничего, но это, на мой взгляд, это не дело. Может, попробовать сначала в молодежную думу, потому что сразу в городскую думу, там сложно. То есть, это, может, сначала попробовать с себя в молодежной думе. Может быть, меня тут обрадовали, то, что я еще молодежью. Да, до 35 лет это официально считается с молодежью, так что многие могут... А следующий год выборы, пожалуйста. Кстати, легче, правда, после молодежной думы попадать в молодежную думу? После молодежной думы, конечно, легче, потому что ты знаешь уже, что нужно делать, как это нужно делать. То есть, мы также ездим на собрания с депутатами, то есть, мы участвуем во всех совещаниях, то есть, тоже активно прислушиваются к молодежи. Тем более, сейчас у нас в Ульянске год молодежи, поэтому к нам прислушиваются особенно. То есть, что мы хотим сделать, что мы... Как мы это все видим. То есть, потому что сейчас уже больше к молодежи прислушиваются. Ну, конечно. Больше доверия, наверное, потому что, ну, все-таки... Ну, прислушиваются тоже. Ну, конечно, мы можем предложить, но вдруг это может не понравиться. К примеру, они сделают так, но так, как мы хотим. А может, еще что-то переделают. Потому что мы можем предложить тоже не все хорошее. Ну, конечно, направлять-то надо, да, молодежь? То есть, на самом деле, все ваши участия в конкурсе, все эти замечательные проекты, это повод себя проявить, и на самом деле вы видите себя депутатами. Да? Министрами и депутатами. Мы видим себя активистами. И люди, которые занимаются делом, которым хотят заниматься. А все остальные там кресла и так далее, это следствие. Ты должен показывать себя на деле, кто ты сначала, чем ты занимаешься, что ты делаешь. А уже потом занимать или не занимать какую-то должность. То есть, это нет такой цели, занять какое-то кресло или мандат. Да. Главное, развить это общество, в котором мы живем. В котором будут мои дети, ваши дети, ваши отцы, матери, бабушки, дедушки. Сначала, думаю, нужно себя проявить, а когда уже проявишь, и к тебе уже будут присматриваться и увидеть должность, ну, будет хорошая. То есть, уже будут предлагать что-то. Опять же, да, тот же самый депутат. Это же выбор народа. Это не я вот хочу стать депутатом, и я депутат. Это выбор народа. Если народ хочет видеть меня депутатом, то и будут депутатом. Вот у нас как выборы проходили, то есть, мы же сначала показывали себя, то есть, что мы себе представляем, что мы хотим увидеть. Также ходили по школам, мы рассказывали о себе. И вот как раз на выборах и народ выбрал то, что кого они хотят видеть на этом месте. Очень здорово. Вы такие активные, такие позитивные. И все за жизнь, и за улучшение нашей Ульянской области. Не бойтесь себя проявить. Это была программа «Дискуссионный клуб», и я ее ведущая Виктория Черкова. Всего вам доброго. Увидимся в прямом эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!